Депутаты Волгоградской областной думы на очередном заседании решили оставить право назначать замов губернатора за самим руководителем региона. Хотя, по мнению автора поправки Михаила Таранцова, кандидаты на такие высокие должности должны проходить депутатский фильтр в избежании кадровых ошибок. Подобный опыт есть у 64 регионов России, и Волгоградская область к ним не присоединилась. На сегодняшние эти поправки, которые были озвучены как внесенные в норму законопроекта, они были отклонены. Потому что здесь лично мое мнение о том, что сегодня губернатор Андрей Иванович принимает решение о назначении и распределении той структуры, той, которую он считает удобной для работы на территории субъекта Волгоградской области. Но это изначально всегда было принято, и мы много на эту тему обсуждали, рассуждали. Любой руководитель, будь то маленького предприятия, большого предприятия, он подбирает себе команду и выстраивает структуру, для которой несет ответственность. И так как депутатский корпус также имеет право сегодня контролировать этот процесс, то есть мы в рамках своей работы можем в рамках парламентского часа запросить любое ведомство отчитаться о своей деятельности и вынести решение на уровне губернатора о качественном решении проблем и задач, которые стоят перед тем или иным министерством. Поэтому я считаю, что губернатор сегодня в полном праве вынес ту структуру, которую он считает, она сегодня будет работать способной на нашу территорию. Однако депутаты поддержали поправки, которые касаются изменений структуры аппарата самой Думы. Сокращается должность заместителя руководителя аппарата, а из девяти отделов останется восемь. Под сокращение попадают пять человек. Ожидается, что новая структура позволит сэкономить почти пять миллионов бюджетных средств. К слову об экономии, индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали свой бизнес с 1 июля 2014 года, теперь могут рассчитывать на понижение ставки налога. Кто находится на умененном налогообложении, это доходы минус расходы. Они сегодня платят 15%, а будут платить всего лишь 5%. Но там говорится о следующем, что один вид деятельности, например, сельское хозяйство, выращивание каких-то культур, то он должно быть не менее 70% его вида деятельности. И он будет всего лишь оплачивать 5% налога. Я считаю, что в связи с этим новым законом это улучшит микроклимат для новообразованных индивидуальных предпринимателей. Изменения коснулись и транспортного налога. В соответствии с поправками в налоговом кодексе исключается право для субъекта определять порядок и сроки уплаты транспортного налога в отношении налогоплательщиков, являющихся физическими лицами. Продолжение следует...